Рейды по профилактике бытового насилия – одна из важных линий работы полицейских. В ходе очередного рейда петропавловские полицейские проверили одно из городских общежитий. Подробности смотрите в материале прислужбы областного полицейского ведомства. Практика показывает, что в таких локациях особенно высока плотность лиц, состоящих на профилактических учетах, дебоширов и алкоголиков. Троих полицейские застали в состоянии опьянения. А спиртной с кем сегодня употребляли? Уже? Один. Стражи правопорядка отмечают люди, не имеющие постоянного места работы и склонные к злопотреблению спиртным, находятся в зоне повышенного риска. Именно таков характерный портрет дебошира и виновника преступлений, совершаемых в кругу семьи. Основными мерами правового воздействия к вышеуказанному контингенту лиц является вынесение защитных предписаний и установление особых требований судами по ходатайству сотрудников органов внутренних дел. С начала текущего года североказахстанскими полицейскими вынесено 868 защитных предписаний. Судами установлено 233 особых требований к поведению нарушителей. Таковы основные меры воздействия на домашних тиранов. Они ставятся на учет, полицейские проверяют их не реже одного раза в неделю. Сегодня по области на учете состоят 258 семейных дебоширов. Кроме того, 135 любителей пускать в ход кулаки в кругу семьи подвергнут административному аресту. Не все жертвы бытового насилия согласны писать заявление. Заявление не писать будешь? Нет. Люди в погонах призывают не скрывать проблем, обращаться за помощью специалистов. Нередко выходом может стать направление алкоголиков на принудительное лечение. По всем вопросам, касающимся бытового насилия, можно обратиться на республиканскую линию 150 к своему участковому инспектору, либо на канал 102. Елена Горбань при содействии пресс-службы Департамента полиции.